Добрый день! Я сегодня рассказываю о том, как мы попали в Дайтона Бич, Флорида. Вот мы с Леносик гуляем по прекрасным паркам, мы пройдемся с вами по пляжам, немножечко по городу, и на фоне всех этих зарисовок я буду вам рассказывать о приятном событии, которое нас привело в это место, о котором я раньше вообще ничего не слышала. Итак, предыстория. Прежде всего, нужно ее связать с нашей поездкой в Вегас. Обычно, в силу того, что мы живем в маленьком городке, у нас в Приморье есть только Саус-Вест. Это очень хорошая компания, но очень дорогая, хотя у моего мужа она любимая, как он говорит, и Саус-Вест туда не летает, и Джеймс Смис туда тоже не летает. Но у нас есть Саус-Вест в Вегас, но он не каждый день. Обычно получается так, что мы туда летим с пересадкой, а оттуда без пересадки. И обычно, когда туда летим, у нас полдня уходит просто на то, чтобы добраться. И стоимость билета очень дорогая. 300-400 долларов – это считается нормально. За билет заплатить в Вегас. Я только во время кризиса говорила, люблю американские кризисы, потому что раньше, до кризиса, у меня тысяча уходила на одну меня слетать, а когда мой ребеночек приехал, и был кризис в Америке, мы вдвоем с ней за тысячу слетали, потому что Вегас давал очень хорошие скидки на комнаты. Мы платили буквально 40 долларов за двоих за отель в то время. Но в этот раз нам Ленусина соседка подсказала новую авиакомпанию. Она называется Allegiance. Я название в описании дам. И компания была создана первоначально для того, чтобы люди в Вегас летали. А теперь не только в Вегас из маленьких городков, таким, каким является мой. Они летают во многие уже теперь места. И конкретно из моего города такая компания возит наших толчан, оклахомовцев в четыре места. И вот первое мы слетали. Мы слетали. У нас было три ночи или четыре даже ночи. И полет туда и оттуда нам оно обошлось. Вот мы с Леной жили вдвоем в одной комнате. Где-то 350 долларов на человека проживание плюс полет. Раньше этих денег хватало только на полет. И вернувшись, мы посмотрели карту, куда летает у нас эта компания. И оказалось, что из Талси можно улететь за копейки тоже еще в Тампу, в Дайтона Бич и в Лос-Анджелес. В Тампу и в Лос-Анджелесе я уже была. Поэтому выбрали Дайтона Бич, про которую я никогда ничего не слышала. И мой дорожайший супруг, когда узнал, что мы купили билеты, сказал, вы вообще неправильно полетели. Купаться туда не едет. Там совсем другой повод, по которому еду. Там самая большая практически во всем мире автотрасса для скоростных гонок. И люди со всего мира приезжают именно посмотреть на гонки, а вы поехали на пляж. И вот я вам сегодня буду показывать и пляжи тоже, потому что было ради чего ехать. И мы, конечно, получили массу удовольствий от того, что сюда приехали. Есть маленькое неудобство, потому что когда мы купили билет, выбрали номер, мы очень обрадовались, потому что перелет вместе с проживанием 8 ночей у нас обошлось 750 долларов, по-моему, на человека. Мы были несказанно рады. Хотя в следующем видео я буду вам объяснять о том, что можно слетать в это место и прожить значительно дешевле. Это для тех, кому денежку надо считать. Я это все расскажу чуть попозже. А сейчас просто повожу вас немножечко и по магазинчикам, и по тем местам, которые нам понравились. А отдельное видео запишу, как можно очень бюджетно слетать в Дайтона Бич. А в Дайтона Бич я на самом деле ничего не... А, я плетлась, да. Мы, когда заказали билеты, обнаружили, что самолет-то летит не в Дайтона Бич, несмотря на то, что там есть свой аэропорт, а приводит нас в Орландо. И я так думаю, что если бы в списке этой авиакомпании стояла Орландо, может быть, мы бы никогда не попали в этот наш сказочный отпуск, потому что в Орландо я тоже была. И в свое время я сказала, что в Орландо я поеду через много лет, когда мои внуки подрастут, не будут понимать, куда я их привезла. А просто так я на всех горках покаталась, все посмотрела. Поэтому в Орландо, кажется, больше нечего делать. Но на самом деле мы с вами поедем в Орландо. Я уже получила приглашение от одной из наших подписчиц. Она совсем недавно живет в Америке. Всего год и три месяца. И они из Сехаса переехали в Орландо, купили шикарный дом. И она приглашает меня навестить ее, что я с удовольствием не делаю. Поэтому Орландо вы увидите со мною раньше, чем мои внуки родятся и выросут. А мы вот смотрите, буквально наиболее известный в мире бич, пляж, то бишь. И вот мы к нему не только подходим, мы на нем проводили очень много времени. Я приехала в компанию Ленуси. Ленуся у нас... Люсья кусает меня. Ленуся у нас девушка спортивная. И мы с ней гуляли каждое утро, часа три. Буквально в шесть часов мы были уже на берегу. И вечером часа три тоже гуляли. А днем, когда жар ища, мы лежали в воде, в рубашках, в купальниках. И поэтому, ну, насладились, насладились побережьем, конечно, великолепно. А сейчас вот мы идем по улицам этого прекрасного города, который ведет свое существование. С 1876 или 1878 года вдоль набережной стоят не каменные они, а из песка, из ракушечника сделанные скамьи, на которых, как называется, и дата образования города, и символика города на этих скамьях есть. Я ее сняла, но, к сожалению, у меня получилось так, что часть своих зарисовок я потеряла. Поэтому я вот просто в следующий раз, мы безусловно еще поедем, нам очень понравился и пляж, и цены особенно нам очень понравились. Я еще потом в следующий раз вам покажу и эту сторону. Мы в этот раз не показываем вам никаких исторических мест и музеев, потому что мы для себя решили, что мы будем только купаться и только гулять по побережью. Мы специально не брали машину, мы приехали вот из Орландо до Дайтона печь, до нашего... Люсик, не мешай! До нашего отеля 39 миль мы взяли такси, потому что приехали уже ночью и добрались великолепно до нашего отеля, и машину сразу сознательно не стали брать, потому что нам бы тогда захотелось куда-то поехать. Мы решили, что у нас такая ознакомительная поездка по этому полуострову будет позже, когда мы приедем с нашими друзьями, а в этот раз мы решили просто покупаться, позагорать, отдохнуть, погулять вокруг тех мест, которые были рядышком с нашим отелем. И вот мы случайно, кстати, случайно пальцем ткнули и в карту, куда мы полетим, и выбрали отель, не зная, где он находится, пытались найти поближе к пляжу, но мы даже не подозревали, что все отели находятся в первой линии, самый дорогой и самый дешевый. Они примерно в 60 метрах от воды расположены. И вот один из прекраснейших новых центров, в котором есть и вот эта вот прекрасная площадка, где вечером идут концерты, танцы, игры. То есть, а мы были в пятом здании от вот этого центра, и, наверное, минутах в 7-8 от знака «Самый знаменитый в мире пляж». Нам еще и в этом повезло, хотя могли выбрать любой отель вдоль береговой линии, вдоль всего этого острова, который тянется вдоль Флориды. Кстати, на карте его нет, я его отдельно сейчас вам покажу, что вдоль Флориды есть вот этот прекрасный остров, и все отели находятся на побережье, фактически все отели. То есть, мы были в самом центре. Вот Ленуся безумно любит животных, это она от мужа заразилась, и мы вот этой бабушке донировали денежку, она нам за это дала фотографию. Вот, но скоро начнется дождь. Мы, кстати, попали вот в тропический дождь, именно в этот день, наверное, это была уже среда или четверг, и был вечер, поэтому дождь не был ласковым и теплым. Мы так подмезли, я даже боялась, что можем и подстыть. Но сложилось так. А вот я показываю знак ресторана. Мы пошли туда исключительно из-за рекламы, потому что носили самолеты, их рекламу, и еще какую-то Лулу или Зулу, тоже ресторан, но мы туда уже не пошли, мы посмотрели меню. Это меню оказалось получше, и мы сюда сходили. Съели ребрышки, не самые, может быть, лучшие. У нас в Толсте есть великолепный ресторан с ребрышками. Ну, просто из-за рекламы. Раз рекламу летает над океаном на самолете, решили поддержать хозяев и сходили в этот ресторан тоже. Хотя в основном мы, конечно, поглощали морепродукты. Когда вы находитесь на море, надо есть морепродукты, что мы с удовольствием и делали. И все равно, несмотря на жару, мы много гуляли по улицам. Вокруг посетили почти все мыслимые магазины, в которых в основном продаются товары для туристов. Но то, что мы купили, я вам уже показала. Мы этот ролик специально сняли еще там, чтобы можно было что-то поставить сразу, как только приеду. А вот эти видео собираю с большим трудом, потому что допустила глупость. Я взяла подзарядку, но не взяла, а оказалось дома вот одна частичка из подзарядки осталась. И поэтому у меня тут, наверное, 200 было зарисовок. И нужно было их как-то собирать. Вот пытаюсь собрать, хотя бы что-то вам показать. Город очень приятный. Советую. А с вами была Галина Смис. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова